Здравствуйте! Я приветствую вас на канале Ксения Лавандель. Сегодня я хотела бы рассказать о получении сертификата имени ГЭЛ. Все начинается с того, как я и рассказывала в своих предыдущих видео, что вы записываетесь на экзамен. Расскажу немного о проведении экзамена. Когда вы подаете заявку, заявку можно подать в электронном виде, если остается место в экзаменной группе, то тогда ваша заявка будет одобрена и вы сможете оплатить экзамен. Как я и говорила, цена за экзамен составляет около четырех с половиной тысяч рублей, если говорить о деньгах в русском эквиваленте. Четыре пятьсот, четыре шестьсот, ну а сейчас с тем курсом рубля, который сейчас, уже трудно сказать, сколько стоит, будет стоить этот экзамен. Но на тот момент, когда сдавала я, то есть экзамен стоил именно такую сумму. Экзамен назначается на определенную дату. Присылается письмо в бумажном виде, где указано, что вы являетесь человеком сдающим экзамен и вам необходимо явиться в такое-то время, в такой-то день в институте для сдачи этого экзамена. После того, как вы приезжаете на место, вы ждете. Естественно, все приезжают заранее, все волнуются и смотришь на людей, которые находятся вокруг и замечают, что очень много различных национальностей. Кто-то говорит о том, что, ой, как тяжело сдавается, сдаем уже не первый раз, некоторые, наоборот, еще сдают только-только первый раз и волнение их, естественно, усиливается. Старайтесь отходить от таких людей и не слушаться, не поддаваться всеобщему волнению и панике, которые творятся и происходят там. Но есть люди, которые уверены в своих силах, они стоят и уже знают, что они подготовлены и что, скорее всего, у них получится. То есть это хорошо. После того, когда подходит время экзамена, например, вас записали на 10 часов, вы стоите и ждете у входа, выходит экзаменатор, один из экзаменаторов и начинает озвучивать списки, кто присутствует, кто не присутствует и помечает у себя, кто есть, кто нет. Вас приглашают в одну из аудиторий. Вы заходите в аудиторию, садитесь на любую, на любое место, то есть парта, парта, скажем так, стул, стол, стул, присаживайтесь, достаете свои документы, вас просят достать документы, удостоверяющие вашу личность. Проверяют документы, удостоверяются, что вы являетесь действительно тем человеком, который продал заявку, который пришел на экзамен. Затем экзаменатор начинает объяснять, за скольки частей будет состоять экзамен и сколько по времени он будет длиться. Это она записывает на большой белой доске маркером и вполне понятно и доступно для людей, которые пришли на экзамен. Говорит она достаточно четко и медленно и это понятно. После того, как экзаменатор озвучивает этапы экзамена и указывает, сколько по времени длиться каждый этап, она предлагает убрать все сумки, все мобильные девайсы в сторону, убрать далеко назад, чтобы ничто не мешало, никто ничем не воспользовался. После этого она включает запись. И первая часть это her. То есть мы слушаем, что говорится и указываем в экзаменационной тетради правильный ответ. После того, как заканчивается первый этап экзамена, переходим ко второй части. Никуда не уходим, просто нужно перелистывать в тетради. Там следующее задание, мы читаем текст, выбираем правильный ответ. Следующий этап экзамена это письмо. Мы пишем письмо. Указана определенная ситуация, которую вас якобы вывлекли. И вы должны написать письмо на немецком языке правильно. Как бы вы, например, пригласили свою подругу к себе в гости на чай, на кофе. И смогла бы она прийти, смогла бы она что-то принести, какие-то продукты дополнительные. Или, например, усложняется ситуация, подруга не может прийти, и подруга должна написать, почему она не может прийти, а ее пригласили в такое-то время, в такой-то день. По какой причине она не может прийти, когда она сможет прийти. И указано количество слов, которые должны быть использованы в этом письме. То есть не менее определенных количеств слов, не менее 60 номер слов вы должны написать и правильно сформулировать все предложения. После того, как заканчивается первая часть экзамена, объявляется перерыв. На двери уже выложены списки, то есть это будут маленькие группки, которые будут участвовать во второй части экзамена. Люди, которые будут сидеть вместе, которые будут задавать друг другу вопросы и общаться. Нужно запомнить время, на которое вас записали. И после этого вы можете удалиться на перерыв, успокоиться, расслабиться, попить кофе, чай и перекусить. К определенному времени вы подходите на вторую часть экзамена, заходите. Вас приветствуют два экзаменатора. Один экзаменатор – человек, который спрашивает, разговаривает и общается. Второй экзаменатор – человек, который делает заметки и пометки. Правильно ли вы ответили, правильно ли задали вопрос, правильно ли вы сказали. Для начала необходимо представиться. Задается лист бумаги, на котором будет написано то, что вы должны сказать. То есть это ваше имя, откуда вы, затем сколько вам лет, чем вы занимаетесь, кто по профессии. Небольшой рассказ о себе, мини-биография. Затем вас просят сказать номер телефона. Номер телефона указан на бумаге, которую держит экзаменатор. Вы должны прочесть набор цифр, которые она держит. Ну, постарайтесь не ошибиться. Читается. Также экзаменатор просит что-то повторить по буквам. Какой-либо, какой-либо ваш ответ. Либо вашу фамилию, либо страну, из которой вы приехали. Или же город, в котором вы живете. После того, как эти вопросы закончатся, достаются карточки. Это институционные игры. Например, мы находимся в ресторане. И вы достаете карточку какого-либо блюда, и вы должны задать вопрос собеседнику. Собеседники общаются с другом по кругу. В группе три человека. Начинает самый правый человек. Задает вопрос. Берет карточку. Задает вопрос следующему собеседнику. Следующий собеседник отвечает на этот вопрос. Затем берет карточку. Задает вопрос следующему собеседнику. А последний собеседник задает вопрос первому собеседнику. Когда карточки использованы, или когда экзаменатор посчитает, что нужно остановить эту игру, Достаются следующие карточки уже с использованием определенных слов. Вы должны ответить или задать вопрос с использованием каких-то слов, с какой-то просьбой и так далее. То есть разные ситуации. Вам предложат где-то все-таки около трех ситуаций. То есть эта часть экзамена длится недолго. Когда экзамен завершен, вам говорят о том, что экзамен окончен. И если вы сдали экзамен, то вам придет уведомление и письмо. Вам придет письмо с сертификатом, удостоверяющим то, что вы сдали. С указанием, какие части экзамена были, сколько пунктов. По каждому этапу вы набрали. Сдали вы экзамен? Хорошо, плохо, замечательно, великолепно, превосходно. То есть набрать нужно максимальное количество пунктов. Это 100. Как же выглядит сертификат? Сертификат представляет из себя следующее. Это плотный лист бумаги формата А4. С указанием указан ГЁТ и сертификат. Ваш уровень, который вы сдавали. Затем ваше имя и фамилия. Дата рождения. Дата и год рождения. Затем дата сдачи экзамена. Ваш город рождения. И город, в котором вы сдавали. У меня указан город Брэмин. Я сдавала в городе Брэмин. Если вы сдаете экзамен в своем городе, то у вас будет указан ваш город, в котором вы проживаете. Затем, следующая часть. Это ваши результаты. Результаты вашего экзамена. Первый этап. Это херн. Лиснинг. То есть здесь максимальное количество баллов за этот экзамен 25 пунктов. Второе. Это лезон. Ридинг. То есть чтение. Чтение тоже 25 баллов максимум. Ну, я так могу сказать, что максимальное количество баллов за каждый этап это 25. И в целом максимальное количество пунктов, которые должен набрать человек, это 100. Минимальное 60. Следующая часть это шрайбер. То есть райтинг. Это мы пишем письмо. И последняя часть это шпрейкер. Speaking. Разговор. Разговорная часть. И затем идет код итог. Сколько набрали баллов вы из 100 пунктов. И указывается ваш статус того в Израиле. То есть хорошо, будет или так, или так далее. В нижней части указана локация, где проводился опять-таки экзамен. Какого числа, то есть он был проверен и выписан этот выдел сертификат. Указана дата. И номер, который присвоен к этому сертификату. Затем подписи экзаменатора. Внизу сертификата указана в его правой части название института. Геоте институт. В левой части стоит Альте. Это Association of Language Testers in Europe. То есть Ассоциация языковых тестов в Европе. И на одной стороне небольшая памятка. И снизу указаны пункты. То есть, как я и говорила, от 0 до 59 пунктов, это значит, что вы не сдали. Нихт без штандов. Затем от 60 до 69 это уже Ausreichend. От 70 до 79 – Befriedigerd. От 80 до 89 – Gut. И от 90 до 100 – за ягод. Вот таким образом выглядит данный сертификат. Очень хорошая, жесткая бумажечка. Ну, на этом я заканчиваю свое видео. И могу сказать о том, что на самом деле экзамен, который предлагается на институте Геоте, не так страшен, как о нем рассказывают. В действительности все намного проще. Главное не волноваться и просто постараться взять себя в руки. Потому что, когда вы идете на экзамен, вы должны идти с уверенностью в том, что вы его сдадите. На этом я заканчиваю свое видео. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!